Привет! У Вэлл! Ну вот очень давно не было от нее видео, и у нее вышел мультик наконец-то, где она рассказывает про историю своего макияжа. Мне будет интересно. Я надеюсь. Мне тоже. Что ж, я Белл. И раз уж вы здесь, значит вы хотите узнать историю моего макияжа. Вы действительно хотите это узнать? Серьезно? Ну что ж. Началось все в далеком 2000... Пускай будет в 12-м году. В общем, мне было... Хочу знать, где ее нос. И мне очень нравилось брать косметику и мазать себе на лицо. Бабушкина? Только видела. Жесткая. Что-то мало румян. Нужно больше. Мамину я брала редко, потому что у бабушки косметики было больше. А значит и рамки для творчества были шире. Здесь я познакомилась с такими вещами, как яркие разноцветные тени, фиолетовая помада, зеленые карандаши для глаз, синий и подводка. Ох уж это подводка. Как сейчас, помню свой первый раз. У меня не получилось нарисовать стрелки, но зато получилось залить глаза черным цветом. Я тогда серьезно испугалась, что это останется у меня в глазах навсегда. Глаза? Брюшки. Вот такая косметика очень сильно мазалась. Конечно, она не выходила в таком виде из дома. А значит, это нельзя назвать моим настоящим макияжем. Поэтому перейдем к тому времени, где у меня начались проблемы с кожей. 13-14 лет. О, прыщи. О, у нее нос появился, видел? Это задумывается о своем внешнем виде, а именно о лице. И первым делом мне хотелось чем-нибудь замазать эти прыщи. И чем-нибудь я это сделала. Прыщи. Да, Джо. Майти не остановилась. Тот цвет тона не совпадал с моей бледной кожей, то кожа так сильно шелушилась, что я была похожа на змеюку. Со временем моя кожа становилась все хуже и хуже. Ведь у меня появлялось все больше и больше замечательных друзей. Здесь, здесь и вообще везде. Не так уж и много. Я новенький. Давайте дружи. Прыщи. Это случайно. Это старый прыщ. Совершенно неправильный подход. Но из-за того, что я очень любила сладости и всякие шоколадные батончики. Из-за этого прыщи? Да, могут быть из-за сладостей. Если я сегодня хотела подать шоколадку, то берегитесь все. Потому что у меня... Из-за гормонов. ...настрение и желание что-либо делать. Поэтому было либо так, либо так. И я могла сделать чисто сердечное признание. У меня сахарная зависимость. А на лице атомная война. Ну че. О, вообще сидят в жизни, да? Кроме прыщей мне начали беспокоить мои пупырки. Почему? Потому что их не было от слова совсем. Почему? Потому что они создавали боги. У них закончилась партия шикарных бровей. И они наклеили, что осталось от остальных. Как тебе бог? Ну и мне приходилось дорисовывать их простым карандашом. Ну а шо? Цвет простым. Рисует нормально. Ты чем себе брови нарисовала? Мама. Вот дурё. Они сыграли отсутствие денег на хорошую косметику и моя застенчивость, которая переходила все границы. И очень жаль, что в таком малом возрасте я ничего не знала о полноценном уходе за кожей, в том числе о её очищении. Только недавно я поняла то, что эти знания реально могли спасти меня в мои 14-15 лет. Именно здесь не нужно было экономить, а вложиться в здоровье своей кожи на будущее. А сейчас в ежедневном уходе за кожей мне помогает малышка под названием Форео Луна Мини 2. Она очень... Это, наверное, реклама пошла. И что самое главное, не травмирует её. Минуты приятного массажа с моей любимой пенкой и щёточкой, и лицо полностью чистое и невероятно гладенькое. Ой, а кто это у нас такой чистенький? А ещё после такого умывания кожа отлично готова к макияжу. Кстати, о макияже. Потом постепенно начала добавляться тушь, через какое-то время румяна, нормальные карандаши для бровей, подводка и полупрозрачные помадки. Я не красилась вычерно, а скорее пыталась сделать себя чуть лучше. Поэтому мама первое время не замечала косметику на моём лице. Ну, или молчала, а потом угорала, когда я уходила. Мама жёсткая. Как это так красится, чем за гаражами пико будет пить? У меня прекрасная мать, как вы поняли. А вот к 16-17 годам в моём повседневном макияже присутствовали уже все этапы типичного мейкапа гламурной чики. Естественно, у меня кардинально поменялся и уход за кожей. Не могу сказать, что я избавилась от всех проблем с кожей, но стало всё гораздо лучше. Эта борьба никогда не бывает быстрой. Только если вы не божий лучик. А если вы божий лучик, то позвоните мне. Может, вы возьмёте мою душу за вашу идеальную кожу? И если у вас тоже проблемная кожа, то поделитесь об этом в комментариях. Давайте поддержим друг друга и приободрим. Ведь многих эта проблема расстраивает каждый день. Многих прыщи, мне кажется. Прикольно она делает аутро. Да, всегда. Это эти... Дед Пупырка. Всегда как-то так аутро старается делать. Блин, а с прыщами реальная тема вообще очень жёсткая. Я помню тоже в своё время так с ними боролась. И так до сих пор периодически партизаны такие вылазят. Блин, это полный трэш. А сколько ей сейчас лет? Ну, раз это было 16-17, значит, я явно больше, чем 16-17 лет. Я думаю, около 20. Кстати, кто знает, сколько лет Вэлл, напишите, пожалуйста, в комментах. Если вам понравился ролик, не забывайте поддержать нас лайком и подписаться. Пока!